МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его пальцы кристально чисто выигрывают каждую ноту, наполняя изысканной музыкальностью даже самые сложные места в произведениях. Редко услышишь прозрачное и в то же время мощное, напористое и одновременно вдумчивое исполнение. Так писали австрийские газеты о выступлении красноярского пианиста Сергея Редькина в Вене. Тогда в сопровождении Брукнер-оркестра музыкант исполнил третий фортепианный концерт Рахманинова. И сегодня мы приехали сюда ради того, чтобы послушать пророческого Рахманинова в исполнении пианиста, который летом 2015 года стал лауреатом престижного конкурса имени Чайковского. Он из Красноярска. И несмотря на юный возраст, уже гордость нашего города. Талант – это комплекс каких-то человеческих характеристик, которые разные у разных. Вот у него как раз все соединилось в то, чтобы вот эта музыкальность его невероятная и человеческие качества, они слились, они одно составляют целое. То, что в скобках стоит, вот это и надо играть, говорит оркестрантом дирижер Михаил Иосифович Бенюмов. Да-да, подтверждают музыканты. Вот и договорились. Теперь давайте финал. Сегодня очень интересное первое деление концерта. Впервые в истории Красноярска. Исполняется опус этюды картины Рахманинова «Все девять». В фойе перед самым концертом Сергея Редькина преподаватели первой музыкальной школы играют на балалайках. Я уверен, сегодня на концерт своего знаменитого ученика первая музыкальная школа пришла в полном составе. Этот декабрь напряженный у него, обсуждает гастрольный график молодого пианиста, знающие зрители. Он только в декабре играл в Питере, затем в Австрии, затем в Германии, затем в Италии, вот к нам прилетел и отсюда снова на концерт в Швейцарию. Сегодня Сергей Редькин исполнит Рахманинова. Эти этюды написаны с августа по ноябрь 1916 года. Трагические события, которые происходили в Европе, нависшая над Россией угроза, все это отразилось в сумеречности 39-го опуса. Нигде не радостно, не безмятежно, нигде. Мы в Красноярском художественном музее имени Сурикова и сюда, из Москвы привезли 4 этюда Василия Ивановича Сурикова для его картины «Взятие снежного городка». Если бы у нас не было праздников, у нас не было бы картины «Взятие снежного городка», а было бы только «Утро стрелецкой казни», сказала на открытии Валентина Михайловна Ирошевская. «И «Взятие снежного городка» написано здесь, у нас, и мы этому все рады», подтвердила слова коллеги Марина Валентиновна Москалюк. 125-летие со дня создания этой картины Суриковский музей отмечает масштабной выставкой, в которой объединились сразу несколько краевых музеев, а также Третьяковская галерея и музей из Томска. Из Третьяковки привезли вот эти 4 этюда. «Крестьянин с хворостиной», «Женский портрет», «Голова смеющейся девушки» и «Портрет молодой женщины в шубе». Суриков вспоминал. «Первое, что у меня в памяти осталось, это наши поездки зимой в Таргашинскую станицу. Сани высокие, мать, как через Енисе едем, не позволяла выглядывать. И все-таки через край и посмотришь. Глыбы ледяные, столбами кругом стоймя стоят, точно дольмены. Вот на том берегу я в первый раз видел, как городок брали. Толпа была, городок снежный и конь черный. Прямо мимо меня проскочил, помню. Это верно он у меня в картине и остался. Мы привезли к 125-летию написания Суриковым картины «Взятие снежного городка» не саму картину, а совершенно уникальные этюды из Государственной Третьяковской галереи. И второй наш уникальный партнер – это, конечно же, тюменский ковер. Вот их родственник, накинут на сани, уже вошел в историю искусства. И все это великолепие расположилось среди предметов быта Енисейской губернии конца XIX века. Почему такое внимание к одной картине Сурикова? Потому что судьба ее создания уникальна. Максимилиан Волошин пишет о Сурикове. Через год после окончания боярине Морозовой умерла его жена. С ее смерти исчезла та интимная, замкнутая творческая атмосфера, в которой создавались и выявились и Стрельцы, и Меньшиков, и бояриня Морозова, горе художника было столь велико, что он практически перестал писать и уехал в Сибирь, чтобы остаться там навсегда. Александр Иванович Суриков, младший брат живописца, вспоминал. «Я подал ему мысль написать картину «Городок». Мне сильно хотелось, чтобы он после смерти жены не бросал свое художество. Поехали мы с ним в село Ладейское, где и наняли молодых ребят сделать «Городок», с которого и была написана в последние дни Масленицы 1890 года картина «Взятие снежного городка». Работа над картиной открыла собой новый этап его творчества. «Необычайную силу духа я тогда из Сибири привез», признался Суриков Максимилиану Волошину. Волошин пишет, «После городка, естественно, возникает замысел воспеть подвиги казачества, и темой является новый замысел картины – покорение Сибири Ермаком». В Доме художника открылась выставка, которая называется «Художники земли Красноярской». Этим двухзальным отчетом в одном зале живопись, в соседнем – графика, Красноярское отделение Союза художников рассказывает о том, чем занимались его члены в течение 2015 года. «Более 40 выставок не только в наших залах, в залах Красноярска по краю и за рубежом». В течение года? В течение года. Какой-то одной темы я бы не выделил. Кроме той, что все, конечно, искали красоту. И многие находили. Кто-то продолжал свои фирменные художественные поиски, авторский почерк их работ из года в год узнаваем. Кто-то экспериментировал с материалами и темами, открывая новое для себя и в себе. Проходных работ, естественно, здесь нет. Худсовет не пропустит. Я же отмечу работу, которую сходу сразу и не разглядел. Ее автор – Гертруд Давыдович Лейзаренко. Отмечу не потому, что год юбилейный был – 70 лет Великой Победе, а потому что в ней что-то трепетное, тонкое. На первый взгляд вроде бы ничего и не происходит, но словно окно открыто в 42-й год. Чувствую этот тревожный воздух и чад от неприкрытой буржуйки. На холсте это все не по-геройски, неотчетливо, размыто. Женщина сидит, отвернувшись от нас, пишет письмо на фронт. И репродуктор со сводками информбюро читает. В течение 14 января в результате упорных боев наши части заняли ряд населенных пунктов, в том числе город Медынь. Но то, что за окном происходит, мы не видим. Ни сражений, ни смертей, ни побед. Но видим совершенно отчетливо. Там была война. Мы в галерее Попо-Фарт в центре современной культуры Винзавод в Москве. И здесь через несколько минут откроется выставка, которая называется «Сумбур вместо музыки». Супрематисты, бессюжетники, рыцари черных квадратов, и геометрических сочетаний ровно закрашенных плоскостей, отрицающие начисто какое бы то ни было идеологическое содержание искусства, футуристы, формалисты самозванно пытались занять вакантное место пролетарского искусства. Это цитата из статьи «Формализм в живописи. Москва, 1933 год». Эта выставка в своем метафизическом объеме значительно больше, чем то, что мы видим. Хотя, казалось бы, куда уж масштабнее. Галерея Попо-Фарт словно специально ради нее переехала в это новое пространство. Первая часть экспозиции – яркая инсталляция художников Ольги и Олега Татаринцевых. По сути, художественный образ – место расстрела искусства. Название выставки заимствовано из заголовка статьи «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда» за январь 1936 года. Эту анонимную рецензию на оперу Дмитрия Шестаковича «Леди Макбет» Мценского уезда принято считать точкой отчета критики формализма и гонения на неугодных режиму деятелей искусства в Советском Союзе. Здесь 450 гильз. Это все к образу расстрелянных художников. Гильзы, конечно, не настоящие. Они сделаны авторами экспозиции. Это керамика, покрытая эмалью. В 30-х годах сталинские критики-обличители начали писать статьи о художниках. Нигде формализм не разоблачает себя до такой степени, как в рисунках для детей. Именно здесь со всей силы выступают его внутренняя пустота, мертвичина, гниль. В книге сказок Маршака есть грязные, мрачные иллюстрации. Сочинил их художник Лебедев. Из статьи о художниках-почкунах газета «Правда» март 1936 год. Весь этот период репрессии охватывает период с 1927 по 1942 год. И это буквально десятки, даже сотни людей репрессированных. И мы видим прямое соответствие, прямую корреляцию между вот этими критическими текстами. Часть инсталляции – это архив биографии художников, расстрелянных в СССР в сталинские годы, и критических текстов, которые в том числе послужили основанием для этого. Наверное, даже изоленные вот этой вот графики, потом все и вылилось. Из базы данных – репрессированные художники и искусствоведы. Древин Александр Давыдович – живописец, член Ассоциации крайних новаторов живописи, член Объединения «Бубновый валет» и общество московских художников. Расстрелян в 1938 году. Мы потеряли, наверное, очень большой пласт такой в искусстве, который могли бы нас на другой уровень вынести в мировом масштабе. Мы удивляемся, почему товарищу Родченко захотелось так изуродовать молодое, задорное лицо пионера. В результате такого эксперимента лицо нормального человека превращено в лицо урода. Для чего это? Спрашивают на страницах газеты члены фотокружка совхоза имени товарища Сталина. Пора раз и навсегда кончить вредные разговоры о мастерстве формалистов, об их новаторствах, об их заслугах перед историей искусства. Крикливое трюкачество не есть в поиске новой формы. Из статьи против формализма и натурализма в живописи. Газета «Правда», март 1936 год. На этом черном экране, сменяя друг друга, появляются и исчезают, словно вечность, имена и фамилии художников, расстрелянных за свое искусство. Мы в Красноярском музейном центре, и здесь только что открылась экспозиция, которая называется «Кабинет труда». Нам присваивали героев, полных кавалеров орденов труда. Но мы эти заслуги относим к нашим людям, людям труда, которые нас окружали. Это наши бригады, наши цеха, наши заводы и фабрики, «Где мы работали, вели за собой наших товарищей». Такие пламенные слова сказал на открытии экспозиции полный кавалер ордена трудовой славы Юрий Филиппович Иванашкин. Этой экспозицией Красноярский музейный центр, как всегда, демонстрирует нам удивительное чувство понимания сегодняшнего дня. Чуть раньше такую экспозицию и представить было бы трудно в художественном пространстве, а сегодня вот она. Куратор этого проекта Сергей Ковалевский показывает здесь, что в сегодняшнем состоянии современного искусства, когда потерян фокус на едином объекте, а в философии на субъекте, художественный процесс вовлекаются области с искусством напрямую не связанные. Труд, социальные практики. Это высказывание сегодня актуально, потому что сегодняшняя повестка дня безусловно не про абстрактную красоту, а про вещи конкретные. Про труд каждого. Для нас важно было показать, прежде всего, широкий спектр труда. От самого тяжелого, ручного, до высокоинженерного, технологичного, интеллектуального и художественного. Под песню со словами «нет на свете выше звания, чем рабочий человек» зрители рассматривают экспозицию. В специально созданной галереи, которая опоясывает кабинет труда, выставлены работы фотографа Александра Кузнецова. На каждой из них фотографии людей труда. Фотопроект Александра Кузнецова, конечно, открывает здесь бездны. Не уверен, что бездны ада, но точно не рая. Это, разумеется, жизнь человека на земле. И жизнь это труд невероятно суровый. А это инструменты, которыми строился железнодорожный мост, рассказывает Сергей Ковалевский. Это, по сути, энциклопедия труда Красноярского края. И одновременно кабинет для ее изучения. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин